Антиполитичный человек, тем более в 6, уже 7, наверное, в 6 утра. Да уж и в 8 уже скоро. Вот инженерные коммуникации сейчас показывают стадионы в Нагана. Абсолютно аполитичные, я бы сказал, инженерные коммуникации. А мы с вами переходим в сильнейшие разминки. Они аполитичны, но тем не менее на них развешаны флаги участников. И кто из нас говорит о политике? Тех участников, которые сейчас выступают. Среди них разные представленные страны и континенты. Это украинцы из Дрожнюк-Вербилла. Это Ванесса Кроуна и Поль Порье из Канады. Это Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев из России. Британцы из Шина, это Джон Керр. А также Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. Вперед Россия! Екатерина и Дмитрий выступают в очень интересных костюмах морячков. Я думаю, что они будут катать яблочко, я просто знаю об этом. Какие еще матросские танцы есть? Ой, смотрите, наш украинский друг снял усы, по-моему. Да? Вот видите, как быстро люди меняют имидж. Были усы, нет усов. Посмотрим, насколько им поможет это справиться с их оригинальным танцем. Так что вы спросили-то? Я спросил, зачем Володь Казбрилусы? А, зачем Володь Казбрилусы? Приезжайте к нам на Колыму. Да нет, лучше вы к нам. А тем не менее, соревнования проходят в Японии. И вот мы видим канадских спортсменов. Кром Пурье. Занимающих четвертую позицию на данный момент и, безусловно... Отстающих всего на бал от наших. Да, да, но бал это хорошо по обязательным танцам. Когда выигрываешь бал по обязаловке, это уже прилично. Хотя лучше, конечно, выигрывать обязательные танцы на два с половиной балла у ближайших соперников, как это делают Кристина Горшкова и Виталий Бутиков. Молодцы ребята, им всегда это удается в обязательных танцах. Как им это удается, хотелось бы узнать. Я думаю, что именно своим профессионализмом в обязательных танцах они подкупают судейскую бригаду. И вот уже на третьем в общей сложности за два года этапе Гран-при среди сеньоров они всегда у ближайших соперников выигрывают с большой разницей. Давайте поговорим о правилах. Давайте поговорим о правилах. Вот прекрасно исполняют дорожку шагов. Я просто помню, что в позапрошлом году Шинет и Джон Кер катались оба в юбках, но шотландцы носят юбки. А вот можно ли, чтобы оба спортсмена в танцевальном дуэте были мальчиками? Ну, понимаете, если российские маяки оденут юбки, то болит, что нас с вами точно не поймут, Василий. Поэтому я думаю, что вполне логично, что катаясь под яблочко, Екатерина и Дмитрий используют брюки. Сейчас разрешено в брюках тоже, в оригинальном танце. Нет, ну а мальчика можно изображать? Понятно же, она моряк, не девочка. А вот это вот загадка. И я думаю, что в конце программы мы с вами узнаем, она моряк-мальчик или она моряк-девочка. Пётр, там же нет такого сюжета про любовь между моряками, правильно? Я просто пытаюсь понять, можно ли в танцах на льду кататься в образе двух мальчиков или нет, потому что я реально в первый раз это вижу. Обычно же... Василий, такое впечатление, что вы никогда не видели девочек в брюках. У меня вот как-то... Я видел, но я не видел. Вы видели? Моряков девочек я не видел. Я вот сейчас спрашиваю, не буду... Это... Я думаю, что если мы с вами... Вы справились, что не сказано по этому поводу или нет? Я спрашиваю. По поводу того, что может ли девочка кататься в брюках, там сказано, что при определенном разрешении. И как в этом году девочка может... Тема мальчиков-моряков вас очень сильно тревожит этим утром. Но тем не менее, я думаю... Естественно, после того, как я Екатерина Боброва увидел, естественно, я думаю теперь только о мальчиках-моряках. Я думаю, что в процессе их оригинального танца мы поймем задумку и идею, которую они должны воплотить. И в конце, как я уже сказал, что я знаю, мы с вами поймем, что она моряк-девочка. Ладно. Все-таки я хотел бы узнать, сказано ли об этом что-нибудь в правилах, кроме про брюки, кроме как про брюки. В правилах записано следующее, что костюм должен быть спортивным. И поскольку при выборе темы народные танцы было разрешено очень многое... В частности, Джону Керу кататься в юбке? Например, да. Что-то, кстати, вас не так сильно заинтересовало, как Екатерина Боброва в брюках. Откуда вы знаете, мы же с вами не работали тогда на комментариях с композициями? Мы работали с Татьяной Анатольевной Тарасовой. Ну, не расскажите мне эфира, что с вами происходило, ваши ощущения, когда Джон Кер вышел в юбке. Хорошо. А сейчас давайте все-таки вот вернемся к правилам. И действительно, в этом сезоне разрешено и девочке в брюках, и мальчике в юбках, и шапочке, и галстучке, и платочке, и все что угодно. Ибо народ не может быть ограничен в выборе собственного костюма. Мы опять как-то про демократию и про политику заговорили. И усы, в принципе, тоже были не запрещены, но Сергей Вербилов все-таки от них отказался после прошлого этапа. Анна Задрожнюк и Сергей Вербилов из Украины открывают эту разминку. И это ученики Николай Малышев.